Продолжение следует... 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 В том смысле, что он влиял на процессы, что он имел очень серьезное влияние и на партии, и на правительство. Это было неформально, но тем не менее он был там. Суд работает немножко другая история, и она и воспринимается в общественность немножко по-другому, как госконтролер, который все время делает какие-то выговоры за то, что государственные бюджетные деньги тратятся не так и не так. Это все-таки немножко другая история Лемберкса. Несмотря на то, что он не занимал никакой должности национального уровня, но тем не менее он был в политике все время. Главное, что ставится в упрек судроби, это то, что все ее дела дальше никуда не идут. Все говорят о крупных каких-то там нарушениях, якобы махинациях и так далее, а дальше мы ничего не видим. Но это функция госконтролера. Госконтролер не прокурор в этом смысле. Да, я, собственно, не закончила, потому что я думала так спросить, что если, допустим, она соберется идти в политику, может быть, вот могут найтись, скажем, люди, которые помогут, скажем, продвижению этих дел где-то, и тогда у судроби, соответственно, и рейтинг взлетит, и на этом сыграть можно. Я думаю, что судроби высказывается по очень многим вопросам. Тогда, я думаю, что тут надо найти какое-то очень одно громкое дело, чтобы об этом услышал какой-то средний гражданин Латвии. Что касается, ну, она, ну, госконтроль, как мы знаем, ну, мы можем очень, наверное, найти много всяких отрицательных сторон у судроби, но, с другой стороны, если вы вспомните, как работал госконтроль до того, как пришла судроби, это было совсем другое дело. Он был вообще абсолютно тихим и ручным. Ну, вот, фамилия Шкелла, например, она не может зазвучать? Шлессерс уже зазвучал. Ну, Шлессерс зазвучал от Америкс. Да, ну, это тоже еще, конечно, несколько процентов. Я бы в первую очередь хотел услышать от самого Шлессерса, что же там было или будет. А вам кажется, будет, не будет Шлессерс? Ну, я думаю, это человек, который не будет сидеть сложа руки, но в данный момент мы знаем, что у него довольно много проблем и без политики, вся эта самая история, так называемое дело олигархов и так далее. Так что я думаю, что то, что мы о нем еще услышим, это безусловно. Будет ли это в ближайшем будущем, ну, я не уверен. Думаете, будет КНАП держать под контролем олигархов до выборов? Я думаю, что КНАП, конечно, будет каким-то образом расследовать это дело, но что касается самого Шлессерса, то понятно, что если над тобой висит какое-то довольно все-таки сильное уголовное дело, тебе очень трудно выдавать себя за какого-то спасителя нации или, по крайней мере, Риги в следующем году. Ну, и, наверное, сторонников тоже труднее найти. Ну да, ну да, особенно учитывая весь этот фонд, который создал Затлер с этой антиолигархической риторикой, мол, тут не выдавали Шлессерса и так далее. — 672-12-939, 672-13-939, Ивар Иевс, политолог, преподаватель Латвийского университета у нас в гостях. Пожалуйста, можете нам звонить, задавать свои вопросы. Мы говорим о новых политических партиях, которые появятся, появились или могут появиться вот на нашем политическом небосклоне. И что нам от этого, собственно? Как вам кажется, вот самая серьезная заявка — это кто? — Это, безусловно, рэпши. — Почему? — Потому что это серьезные люди, которые за ним стоят и которые, я думаю, что без каких-то более длительной перспективы не стали из-за нечего делать. — Вы имеете в виду бизнес, да? — Да, ну и кто... Нет, ну не только бизнес, но и эти политики, которые рядом с ним статутаются, и я, в первую очередь, я думаю, что, ну, безусловно, это серьезное предложение с точки зрения репутации и влияния. — А вот сравнивают с «Единством-2». Почему с «Единством» они, например... — Вот об этом было бы, конечно, очень интересно услышать, что же послужило поводом для того, чтобы такие влиятельные в единстве люди, как в первую очередь, конечно, Яунупс и сам рэпши, который тоже тут был, — Почему же они так надумали, что им надо уходить оттуда и создавать что-то новое? Потому что, ну, мы слышали очень много, когда тут уже ушли три Тауса из этой партии. В чем же состоят эти разногласия? И мы понимаем, что они говорят, да, вот больше экономического акцента, я думаю, что это очень-очень хорошо. Но, действительно, ли ситуация в «Единстве» им кажется такой безнадежной, что они там уже со своим влиянием ничего не могут достигнуть? — Но, может быть, они не смирились с каким-то вот этим многоголовием, что ли? Там же очень много таких типа лидеров повылезло в «Единстве». — Да, я думаю, что они сами тут имеют очень сильную оппозицию и в самом «Единстве». Я думаю, что, в первую очередь, это касается этого гражданского союза, бывшего в «Навчом» эти разногласия. Ну, тогда расскажите нам, нам же интересно. — Пока действительно, вот как-то странно, что до сих пор еще не рассказали. Ну, вот все сравнивают с «Единством», с «Единством», почему вот тогда, если такие уж бизнес-интересы, не сравнить это вот новое объединение или партию, не знаю, как это будет все выглядеть для развития Латвии, ну, с тем же вот «Шлессерсовским» и «Шкелы» объединением за лучшую «Парлабу Латвию», вот это то, что было. Там же тоже были такие бизнес-интересы, бизнес серьезные какие-то стояли за ними. Представители бизнеса солидные. — Ну, я думаю, что это, в первую очередь, кто-то там уже сравнивал, по-моему, и не один раз именно с этим, за лучшую Латвию. Но понятно, что дело в личностях, в том смысле, что Репша — это величина в латвийской политике. Несмотря на все его странные выходки, это немножко другой тип фигуры в латвийской политике, как «Шлессерс» или «Шкелы». Ну, по крайней мере, в латвической части общественности Репша воспринимается все-таки, ну, представителям все-таки немножко других ценностей. — Как яркая личность. — Да. — То есть вы думаете, что не стоит сравнять вот именно с… ну, по формату, что ли, с объединением вот этим бизнеса «Лучшую Латвию»? — Ну, в первую очередь, что касается этого, того проекта, он был создан перед выборами с абсолютно неоспоримым намерением просто получить какие-то мандаты все ими. В нынешней ситуации эта Репшевская группа такого впечатления не создает, потому что, как я уже сказал, следующий выбор, даже они, по-моему, вообще не думают о Рыжской думе. — Да, они больше не собираются. — Да-да-да-да. А Сеймовский это, ну, даже при не очень вероятном сценарии распуска этого Сейма, это не ближайшее, это тоже начало следующего года. — А вот три года — это немного, вот, скажем, для раскачки? Ну, вот, то есть год — это, наверное, такой средний срок, да? А три года — немного, вот они не успеют, скажем так, и раскрутиться, и еще испортить себе репутацию за эти три года. — Ну, я думаю, что это вполне возможно. — Надо же что-то делать за эти годы, не только там, скажем, и альц. — Очень многие будут именно на это работать, ну, вспоминать Репшевский тут пиджачок, тут всякие другие истории, миллион, которые он требовал и получил отчасти от Лембергса, как мы знаем, это безусловно, но в этом смысле, ну, они, по крайней мере, в нынешней ситуации говорят только о том, что это будет, ну, какая-то платформа для дискуссии, которая, наверное, перерастет в партии. Ну, будем смотреть, будем ждать, но люди, это действительно серьезно, и это мы не можем отрицать. — Ива Реепс у нас в гостях, звонок, пожалуйста, надевайте наушники, 672-12-939, пожалуйста, слушаем вас. Слушаем, говорите. — Добрый день. — Здравствуйте. — Господин Реепс, вот если перейти на образный язык, то в наше время политику родить какую-то партию в виде здорового ребенка — это почти невероятно. А вот, наверное, если дальше продолжить образный язык, то, что желают и Репсе, и господин Слессерс, то это, наверное, все равно ждать от дамы, от женщины уже солидного возраста, климактериального периода, чтобы она, она вот, эта женщина, смогла бы родить ребенка. Это бесплодие очередное. Прокомментируйте, пожалуйста. Спасибо. — Нет, спасибо. Я думаю, что это сравнение очень хорошо. — Сейчас медицина делает чудеса. — Да-да-да, по-моему, я читал где-то в этой неделе, что 66-летняя бывшая монашка в Индии родила двойню. Так что в этом смысле всякие чудеса происходят. — Что вы считаете, господин Реепс. — А что касается этого вопроса как такового, ну, как я уже сказал, по-моему, этот человеческий ресурс очень-очень ограничен, и те, которые, ну, вообще могут идти в политику и видят в этом какое-то будущее, потому что там требуется действительно некоторый человеческий тип, который вообще на это пойдет, на такую карьеру. И в этом смысле, ну, что касается Реепша, самого как такового, или Шлессерса, но это люди с политическими амбициями. И это действительно люди, которые имеют какую-то, по крайней мере, свою политическую программу и так далее. Но в этом смысле я думаю, что мы не дождемся какого-то молодых. Молодых, как мы знаем, у нас в основном и новые политики группируются по довольно радикальным сторонам нашего политического спектра. Это, ну, конечно, национальное мнение, да, с одной стороны. И с другой стороны, это, ну, тоже молодежная часть Центра Согласия, которая тоже довольно активна и тоже довольно радикальна по некоторым вопросам. Ну, скажем так, деньги, когда они входят в политик, это не очень хорошо, но тем не менее, деньги – это фактор, который всегда стабилизирует. Потому что те, которые действительно, ну, представители большого капитала, в первую очередь заинтересованы поддерживать этот капитал, сохранить его и увеличить. В этом смысле это не революционеры. Я думаю, что в этом смысле какая-то консервативная правая партия, которая строилась на таком большом капитале, подразумевая не криминальный, а нормальный капитал, я думаю, что это хорошая вещь в латвийской политике. Ивар Епс сегодня в «Развороте», и сейчас новости и реклама, через несколько минут мы вернемся. На Болткоме «Разворот». Мы продолжаем «Разворот» и продолжаем говорить о политических партиях новых, которые вот к весне как подснежники, можно сказать, расцветают, потихонечку повылезают из-под снега. Ивар Епс у нас в гостях сегодня 672-12-939, 672-13-939. Пожалуйста, что вы думаете по поводу оживления нового такого витка, что ли, может быть, не знаю, можно ли назвать это новым витком, привычным скорее. Но вот если кто-то придет, значит, наверное, кто-то уйдет. Вот как, по-вашему, кандидаты на вылет? Это кто, в первую очередь, с политической арены? Я думаю, что Затлерс, по крайней мере, какая-то часть этой его партии, конечно, останется. Но, как мы видим, тут Затлерс сам-то, как таковой, вряд ли будет создавать какой-то очень сильно влиятельный латвийский политик в будущем. Будет интересно смотреть, пойдут ли они вообще на выборы самоуправления в следующем году, потому что они, по-моему, абсолютно к этому не готовы. Единство, что касается единства, то оно может расколоться, безусловно, по всем возможным вопросам, но пока они находятся у власти, это не произойдет, потому что они хотят все иметь свои должности и так далее. Ну, центр согласия, это всегда вечный вопрос, что произойдет с этой партией. Но нынешняя ситуация, насколько я понимаю, тут все спокойно. Ну, смотрите, вот партия реформ Затлерса, там, в общем-то, одни из самых активных министров, тот же Килис, тот же, например, Спруч и Павлюц, да, вот, очень такие энергичные, с идеями, скажем, то вроде бы, чего ждет избиратель. Понятно, понятно, но давайте не забывать о том, что Килис, Павлюц и до недавнего времени Иринкевич, министр иностранных дел, не являются членом этой партии. Это просто, ну, профессионалы, которые... Да, да, да. Нет, ну ладно, Килис является таким спин-доктором просто этой партии и так далее. Но будем смотреть, то, что там очень много нормальных людей, тот же Слава Домбровский, многие другие, это понятно. Но будет ли это действительно партией, а не просто каком-то маленьким клубом нормальных людей, я в этом не уверен, потому что это именно этот организационный, финансовый фактор, по-моему, у него-то, у этой партии было, по-моему, в прошлом месяце это было пожертвование, было 7 латов 50 сантиметров для такой партии, это как-то не очень. То есть у них такие шансы в этом смысле есть, да, на вылет? Ну, тут я думаю, что если они вообще хотят каким-то образом продолжить свое существование, они очень сильно должны задуматься о вопросах организации. А вот Союз зеленых и крестьян, который в таком ущипанном виде попал в этот Сейм с ними, как, на них, скажем, не может повлиять вот тоже возвращение Репши и так далее? Я думаю, что это, ну, это в первую очередь зависит от того, как будет поступать Лембергс, если Лембергс это не будет поддерживать, тогда это тоже имеет довольно высокие шансы на прекращение существования. Но, тем не менее, и Лембергс, как мы знаем, ну, не потерял интерес к политике, но в этом смысле, я думаю, что... Мы видим схватку двух олигархов, ну, новых олигархов, скажем, вот. В смысле? Ну, тех, кто стоит, скажем, за новой партией. А, ну, мы тут уже, по-моему, наблюдали, когда что-то было, какое-то размахивание пистолетом или что-то вроде этого в каком-то учреждении. Да-да-да, но в этом смысле то, что эта идея, что политика станет вот с приходом этих новых партий абсолютно свободна от влияния денег и от спонсоров, это, конечно, полная ерунда. Да, а что касается... Ну, это влияние и будет оставаться, но главное, это, конечно, насколько оно будет большим и контролируемым. Игорь Ипс, телефоны 672-12-939, 672-13-939, пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я по поводу создания партий тоже, поэтому вопрос будет, как говорят, по существу. Но не вопрос, это может даже такое мне мучает желание узнать. Вот создает крепший партию, он первую партию создавал в новое время, он потребовал там миллион собрать. Интересно, сколько сейчас потребуется миллионов ему для создания другой партии? Да, думаете, потребует, да? Я думаю, что в первую очередь, как мы видим, по его компании он в деньгах, наверное, не очень нуждается в этом моменте. Я думаю, что он довольно крепко сожалеет об этом, что он это сделал в 2002 году именно с этой инициативой. Давайте заплатите миллион, и тогда я, может быть, пойду в политику без миллиона, дай миллион, дай миллион. Вот это, я думаю, что ему довольно сильно навредило, потому что это же и сейчас ему все тыкают пальцем, смотри, что ты там делал, ты что, такое тоже будешь и повторять сейчас? Еще звонок, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень странная позиция. Вот наша коалиция, в принципе, на большие и на средние города не опирается. Как вы думаете, а если новые партии придут к власти, на кого они будут в городах опираться? Ведь исполнительная власть по городам, она как-то не в коалиции. Да, это, кстати, очень интересный вопрос. В том смысле, что в Риге, конечно, они будут иметь свои группы и так далее. Но, например, в других регионах, где традиционно доминировали или народники, или зеленые крестьяне, они, я думаю, что в первую очередь будут работать с теми людьми, которые там уже на месте, и таким образом переманивать их к себе. Но это, я думаю, что мы увидим еще в этом году какие-то, скажем так, эпизоды ревности по отношению к тем или другим кандидатам, которые находятся в позициях в этих городах. Еще звонок, пожалуйста, слушаем. Алло. Да, здравствуйте. Знаете, если нашу политическую жизнь сравнить с рыбалкой, то у нас, понимаете, избиратель, то есть рыба, это одна и та же, да? Значит, рыбаки, участники политического процесса, которые мелькают, я имею в виду политиков, тоже одни и те же, выходит, только мы меняем или блесну, или удочку. Вот у меня вопрос такой. Если это серьезные люди и серьезные политики, которые хотят осуществить свои амбиции, под какими лозунгами, вот сейчас пока непонятно вообще это контуры политической партии, да, но вот как считает ваш собеседник, что это будет там, право консервативное, или чем они могут удивить вообще народ наш, какие новые лозунги они могут предложить? Нет, ну, я думаю, что в первую очередь будем смотреть, какую роль будет в этом играть этнический фактор, потому что мы видим, что в данный момент эта ситуация довольно нагрета, мы видим, что единство, по большому счету, говорит то же самое, что национальные обвинения, центр согласия тоже стал радикальным, сейчас, конечно, появится, может быть, какая-то вот именно ниша, о которой может быть эта новая партия думает, которая будет, ну, скажем, каким-то образом все-таки пытаться говорить о других вопросах, которые не будут тут делять людей на лояльных и нелояльных, а скорее будут думать о том, как будет вообще развиваться народное хозяйство, но вопрос в том, удастся ли им это, потому что мы знаем, что очень многие партии, которые входили в латвийскую политику, именно при таком лозунге, все, мол, давайте думать все вместе о развитии нашей страны, но потом, как мы знаем, они обычно дрейфуют в более радикальную сторону, именно по этническим вопросам. Ну и потом высказываться-то им все равно придется, если им задают вопросы, у них должна быть своя позиция, когда позиции внятной какой-то нет, то это тоже вызывает еще большее подозрение, и тогда ни нашим, ни вашим, что называется, а даже за лучшую Латвию. То есть они тоже себя позиционировали, как, скажем, партия бизнесменов, которая думает о хозяйстве, о развитии, об экономике, но когда им стали задавать вопросы, то у них один так ответил, другой так, и сложилось впечатление, что вот, ну, как бы ни латышскому избирателю, ни русскому избирателю не получилось угодить. Ну, и то же самое и с Заттлерсом, кстати. То же самое, кстати, да. Но, ну, ладно, но, тем не менее, тут вопрос в авторитете того человека, который всем этим руководит. Если этот человек все-таки, ну, скажем так, в Латвии для политиков очень мало способности иммунитета не двигаться вместе с общественным мнением, а каким-то образом самому определять свой политический распорядок дня, я думаю, что Рейп еще, несмотря на все его недостатки, все-таки какой-то потенциал в этом сохранил, потому что он не будет, ну, ну, будем смотреть, потому что, тем более, что, как я уже сказал, непонятно, когда же они что-то собираются делать. Если это только в 2014 году, тогда оно до этого может все, что угодно произойти. Ну, и Титовск, кстати, тоже у него достаточно такие самостоятельные суждения обычно. Ну, во всяком случае, резкие в обе стороны. Ну, я думаю, что хорошо, что они могли бы стать какими-то, ну, скажем так, более умеренными в этническом плане политиками, потому что Титовса, который идет, в принципе, который родственник Гуна Растро, его очень, или того же самого Рэпша, который тоже имеет некоторое прошлое, их будет очень трудно обвинить в какой-то прорусскости, что обычно происходит, и чего очень многие латышские политики страшно боятся. Именно из-за этого дрейфуют в сторону, правую сторону. Кстати, о дрейфе, вот тут вот еще одна же партия собирается, это партия Осипова-Линдермана, у них что? Какие шансы? Ну, мне, честно говоря, трудно себе представить господина Линдермана, который будет сидеть в Рижской Думе и заниматься вопросами канализации или что-то вроде этого. Ну, будем смотреть, я думаю, что в этом смысле, конечно, партия, у Линдермана уже была своя партия, и то же самое и у Осипова, но будем смотреть. Как это будет действовать? Если это будет, ну, партией просто двух людей, я думаю, что вряд ли там что-то серьезное из этого получится, но потому что это, я думаю, что не та публика, которая может действительно, ну, потянуть за собой массы населения. Ну, потянули же уже на референдум, вот, в частности. Ну, ладно, это было все-таки немножко другой человек, который сидит в Рижской Думе, который тут сыграл все-таки, ну, мягко говоря. Ну, вот сейчас, скажем, вот новость вы слышали, что проконсультировался Линдерман с представителем тоже Центра Согласия Яниса Мурбановича. Может, это не помогут? Ну, я думаю, что какая-то коалиция с Линдерманом, с Центром Согласия, я думаю, что это бы привело к действительно приближение каких-то выборов, скорее всего, все-таки к расколу в самом Центре Согласия, потому что не будем этого отрицать. Довольно много депутатов из Центра Согласия не очень-то симпатизируют той линии, которая была выбрана господином Ушаковым, когда он подписался за этот референдум. Если они будут иметь и дальнейшее какое-то сотрудничество с господином Линдерманом, и тем более с господином Осиповым, тогда я думаю, что тут будет просто раскол. Но у нас вот впереди ближайшие выборы, я надеюсь, что ближайшие, это Рижская дума. Да. И там Ушаков собираются кооперироваться с Америксом, так по словам Америкса, во всяком случае. Будет ли у них большинство, вот как вам, вот если операция сегодня, от сегодняшнего отталкиваются моменты? Ну, в том-то и вся интрига, потому что Шлессерса нет. И, ну, может быть, ну ладно, но тогда довольно трудно себе представить, как это будет выглядеть и с Америксом, и со Шлессерсом, но по всей вероятности Шлессерса не будет. Ну, Центр Согласия в Риге будет иметь примерно то же самое, что они имеют, не меньше. Не меньше? Ну, если не появится какая-то более радикальная альтернатива типа «Запчелы» или этого создаваемого Осиповско-Линдерманского мероприятия, что касается этого, я думаю, что они будут примерно то же самое иметь, но они, я думаю, что они боятся того, что тут произойдет тот же самый сеймовский сценарий, в том смысле, что они останутся, несмотря на все, свой большой мандат останутся в оппозиции. Игорь Епс, у нас в гостях, и звонок, пожалуйста, слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вашему гостю вот такое наблюдение. Как господин Епс считает, вот высказывание господина Берзинча о легионерах плюс высылка историков, объявления их нонграта и нежелания пускать выставку, все-таки историческая гуманитарная тема ему близка, как музыканту, и, соответственно, отсюда возникает вопрос, тем более, что некоторые депутаты хотели запретить школьникам появляться у памятника освободителям и так далее. Возникает вопрос, это какая-то программа действий, и если это программа, или как эти действия влияют на партии, и кому льется вода, на какую партию? Какую мельницу, да. Спасибо. Нет, ну что касается депутатов, которые тут высказывались по вопросу запрета идти 9 мая к памятнику, но это не надо, я думаю, что принимать так серьезно. Но это депутаты из одной нам известной партии, ну что от них возьмешь? Может, это их, в принципе, основа, их легитимности, такие предположения высказывать и так далее. Что касается господина Берзинча, то понятно, что тут надо учитывать все-таки этот биографический фактор, о котором довольно много говорят. Я думаю, что господин Берзинч по большому счету высказал мнение большинства латышей, которые в Латвии живут, и которые имеют своих родственников, которые они не воспринимают как преступников. И я думаю, что в этом смысле это только нормально. Никто не говорит о том, что они должны становиться какими-то национальными героями, которые тут действительно боролись за свободную Латвию и так далее. Но то, что эти люди не являются преступниками в уголовном смысле и таким образом, ну просто то, что Берзинч сказал, в этом ничего страшного нет. Это, я думаю, что более-менее понятно. Я думаю, что этот биографический фактор надо учитывать, потому что это прошлое нашей страны. Она очень-очень, ну скажем так, очень печально и трагическое. Эти легионеры являются трагическим фигуром латвийской истории. Но это наша история. Если кто-то вот хочет еще услышать мнение о том, что сказал президент, у нас Юрий Спайдерс был на днях в гостях в программе «Вопрос с пристрастием». В среду в 17 часов вы можете зайти на сайт «Микс Ньюс Алвей», там в рубрике «Аудио», найти его интервью. Там тоже очень много этому вопросу посвящалось. Но у нас сегодня другая тема и последний звонок. Тема политические партии новые. Какие у них шансы? Что может быть? Пожалуйста, слушаем вас. Добрый день. Здравствуйте. Я лично вот только приветствую создание вот новой партии во главе с Репши, потому что я их просто, ну вот, не люблю. Вот самого Репша. У меня есть к нему масса претензий до того, как он создал твердый латв, с помощью которого развалили промышленность, до того, как он выдавал лицензии всяким фирмам, фирмочкам, которые потом обворовали весь народ. И много чего не хочу время занимать. Вот, поэтому наличие такого кандидата отберет несколько процентов голосов в нынешней правящей коалиции. Я их даже делить не хочу, они там все вместе собрались. Поэтому, возможно, кто-то из тех, кто решит участвовать в следующих выборах, возможно, получит возможность пройти в парламент. Кто-то поприличней, кто-то попорядочней. Как у вас такой деструктивным подходом работа на позитивную цель? Нет, ну, сама идея, чтобы тут тысячи цветов расцвели, я думаю, что в этом ничего страшного нет. Я думаю, что Репшев, ну, скажем так, это всегда является позитивным фактором демократии, что люди приходят на какие-то посты и показывают свою некомпетентность, особенно, что касается исполнительной власти. И просто таким образом отбирают очень многочисленные иллюзии у населения, что, мол, тот придет, и тогда все будет в порядке. Это как раз и является аргументом для того, чтобы, для, возможно, выключения Центра Согласия правительства. Подаватель Латвийского университета, плитолог Ивар Иебс был сегодня в развороте. Спасибо вам большое и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok